Счастливые новоселы. Сегодня в Нефтьюганске 11 сирот получили ключи от новых квартир. Ой, я очень рада. Я волновалась, когда шла сюда очень сильно. Сотрудники счетной палаты Нефтьюганск отправили очередную посылку солдатам. Мы хотим, чтобы наши ребята, наши бойцы знали, что в коллективах города помнят о них. Нефтьюганские медалисты рассказали, как прошел первый региональный выпускной в столице Югры. Больше всего мне запомнился концерт в Югроклассе. Сегодня в Нефтьюганске 11 сирот получили ключи от новых квартир. Торжественная церемония прошла в 17-м микрорайоне. Поздравить новоселов приехали родственники и официальные лица. Церемония вручения прошла в торжественной и волнительной обстановке. Поддержать ребят пришли друзья и родственники. От всей души я вас поздравляю с праздником. Праздник, который, надеюсь, вы будете отмечать традиционно каждый год, как день рождения и как Новый год. Сегодня мы вам вручаем ключи от ваших квартир. Мы, конечно, для вас построили эти красивые дома, в которых есть ваши новые квартиры. Это основа вашей будущей жизни. Начните ее хорошо. Валентина Павлова потеряла маму в 4 года. Ее вместе с братом под опеку взяла тетя. Радость от новоселья они разделили вместе. Мебель для новоселов приобрел застройщик. Он же сделал хороший ремонт и даже не забыл о тюле. Даже раньше, чем обещали. Обещали в августе, в сентябре. И вот во вторник неожиданно позвонили, сказали, что уже в пятницу будут ключи. Ой, я очень рада. Я волновалась, когда шла сюда очень сильно. Все, я не знаю, я забыла, как говорить. Сегодня счастливыми новоселами стали 11 человек. До конца июля еще трое сирот получат ключи от новых квартир. В общей сложности в этом году жилье предоставит 33 молодым людям. Ангелина Кокальникова, Армазан Бурней, телерадиокомпания «Юганск». Согласно утренней сводке МЧС, Паводок снова вернулся в Ханты-Мансийский район. Потоплены пока два участка в селе Кышек и деревне Зенково. В ближайшие дни спасатели не исключают новых подтоплений. Всего в Югре Паводок зафиксирован в пяти муниципалитетах. На 5 июля гидрологическая обстановка на территории города стабильная. Уровень воды в протоке Юганская Обь составляет 911 сантиметров. Критическим значением является 935. На сегодняшний день угроза подтопления территории города Нефтьюганска отсутствует. Сотрудники счетной палаты города Нефтьюганска отправили очередную посылку солдатам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Представители счетной палаты признаются, что уже перестали считать отправленные в зону СВО посылки. Их уже не один десяток. Отмечают, что собирают задержимое в зависимости от потребностей солдат. Мы хотим, чтобы наши ребята, наши бойцы знали, что в коллективах города помнят о них. Мы собрали в очередной раз индивидуальную посылку, в которую положили тактические аптечки, бинты, перевязочные материалы, лекарства. Посылку всегда кладут сахар и шоколадные конфеты. Разрешенный вес коробки – 10 килограмм. Ее можно отправить бесплатно. Главное – иметь контактную информацию, адрес получателя и номер военной части. Бойцы очень рады. Они радуются каждой посылке, когда они получают посылку именную и присылают нам или голосовую, или видео, или просто сообщение. Они сами говорят, мы радуемся, как дети, каждой посылке, когда мы открываем. Для них это очень важная такая наша поддержка. Поддержать наших солдат в зоне СВО может каждый желающий. Для этого нужно обратиться в приемную думы города и принять участие в комплектовании посылки. Или же самостоятельно прийти в отделение почты, где подробнее расскажут о том, как это сделать. Игорь Шмелев, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Профориентацию школьников города, развитие спорта в Нефтьюганске – эти и другие вопросы обсудили на очередном заседании Городского общественного совета. Профориентационные мероприятия для школьников Департамент образования администрации города проводят на постоянной основе. Во-первых, это информирование обучающихся о тех или иных профессиях. Нужно сказать, что с 1 сентября 2023 года все школы обучающихся с 6 по 11 класс внедрён еженедельный федеральный курс «Россия. Мои горизонты». Курс помогает школьникам самостоятельно выбрать профессию. Два раза в год на базе Центра дополнительного образования «Поиск» проводятся ток-шоу «Профессия 21 века». В этом году ребята познакомились с работой криминалиста и журналиста. Общественники затронули вопрос участия НКО в организации спортивных мероприятий. В январе 2024 года в администрации с участием главы города состоялось совещание с руководителем некоммерческих организаций по вопросу определения мероприятий, включённых в единый календарный план с целью возможной передачи НКО для проведения и организации проведения мероприятий. На сегодняшний день муниципалитет передал некоммерческим организациям для реализации 5 социально значимых услуг. НКО занимается проведением физкультурных мероприятий, пропагандой здорового образа жизни, проводят спортивные мероприятия во дворах. Игорь Шмелёв, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Накануне во всех городах Югры прошёл женский день. Это проект женского движения «Единой России», в рамках которого состоялся приём граждан по личным вопросам. На встречу рассмотрели 10 обращений из Нефтьюганска, Ханты-Мансийского района, Когалыма и Нижневартовска. Все от родных военнослужащих, участников СВО. Приём прошёл в режиме онлайн. На встрече присутствовали представители окружных и государственных ведомств. Самым актуальным стал вопрос, как получить удостоверение бойцам частной военной компании. Представитель комиссариата Югры Дмитрий Алехин заверил, что проблема решена. Ими занимается Центр национальной обороны и подтверждает участие данных сотрудников специальной военной операции. Прозвучали вопросы об отпусках, реабилитации, льготах и выплатах положенным участникам СВО. Просили помочь в поиске пропавшего бойца. Все предписания, справки, что он находится в зоне СВО выписка, из приказа, что он ушёл из города Ханты-Мансийского, он мне на руках. Консультация прошла в рамках проекта женского движения «Единой России». К эфиру подключились все муниципалитеты округа. Из муниципалитетов они решали вопрос оформления удостоверений погибшего военнослужащего. В Ханты-Мансийском районе сегодня вручили удостоверение маме погибшего. До онлайн-встречи представители женского движения «Единой России» провели приёмы граждан на местах. Поступило более 20 обращений, 19 из них от семи участников СВО. В Центральной детской библиотеке прошла развлекательно-опознавательная программа для воспитанников летних лагерей, которую приурочили ко Дню Семьи, Любви и Верности. Протеерей Георгий рассказал ребятам о жизни святых Петра и Февронии, семейных ценностях и традициях. Закрепили материал просмотром мультипликационного фильма и викториной. Такие мероприятия нужно проводить, потому что они прививают семейные ценности и семейные традиции, для наших маленьких деток. В минувшие выходные в столице Югры прошёл первый региональный выпускной. На фестиваль «Это юность моя» отправились 15 нефтьюганцев. В их числе волонтёры, медалисты и активисты движения «Первых». Первый региональный выпускной прошёл в два дня. Фестиваль собрал более 500 выпускников 11-го и 9-го классов. Начался он с экскурсии. Мы с ребятами выезжали по 12 автобусов, было по 50 человек, всего было 50 участников. Мы их провели по городу Ханты-Мансийску, показали какие-то достопримечательности, сводили музеи, библиотеки, какие-то культурные мероприятия для ребят мы уже проводились. Основные мероприятия прошли в Югроклассе, где известными треками встретили диджеи и музыкальные исполнители. Больше всего мне запомнился концерт в Югроклассе, когда выступала группа, и приезжали диджеи из Сургута и Москвы. И также мне запомнилась встреча в Рио губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Югры с Русланом Николаевичем. Временно исполняющий обязанности у губернатора Югры Руслан Кухарук вручил стабальникам денежные сертификаты. Сам фестиваль безумно интересный, много эмоций получил, много знакомств. И в целом очень хорошо провёл эти два дня, незабываемо. Второй день прошёл на Байбалаковской протоке. У воды развернулись десятки шатров и площадок, мастер-классы по хип-хопу, созданию временного тату и росписи футболок. На выпускной прошёл просто грандиозно. Этот уровень просто не передать словами, насколько всё было хорошо организовано, поставлено. То есть эта атмосфера, но она прям витала в воздухе. Настолько позитивных людей я давно не встречала в своей жизни. Первый региональный выпускной стал для югорских школьников не просто праздником завершения учебного года, а грандиозным событием, как алые паруса, но только с местным колоритом. Ангелина Кагальникова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». В эти выходные нефтьюганцев приглашают посетить гаражную распродажу, принять участие в семейной эстафете и отметить славянский праздник Ивана Купала. 6 июля с 12 до 15 часов горожан приглашают на аллею новобрачных. Здесь пройдет парад семей, мастер-класс по созданию генеалогического древа, конкурс детских рисунков и игровая программа. В 14 часов в торговом центре «Рандеву» начнется благотворительная гаражная ярмарка. Все заработанные средства направят общественникам тепло для солдат СЗ, для закупки необходимых материалов и медикаментов. В воскресенье 7 июля в 11.30 на стадионе «Нефтяник» пройдут семейные веселые старты. Вечером горожан приглашают посетить этнодеревню на территории лыжной базы. Здесь отметят праздник Ивана Купалы. В эти выходные горожан ждет солнечная и теплая погода. Осадки не прогнозируют. Максимальная температура воздуха составит 24 градуса выше нуля. Утром в субботу будет облачно с прояснениями. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7 м в секунду. Днем выглянет солнце. Воздух прогреется до 24 градусов. Такая температура сохранится до самого вечера. Осадки не прогнозируют. В воскресенье 7 июля в первой половине дня будет облачно. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст. Днем будет дуть северный ветер со скоростью 4 м в секунду. Максимальная температура воздуха составит 23 градуса выше нуля. Ближе к вечеру выглянет солнце. Будет по-прежнему жарко. Столбик термометра покажет все те же 23 градуса. На этом у нас все. Всего вам доброго. До встречи в эфире.